В эти дни полным ходом идет реконструкция очередной части набережной. От интеллектуального кафе, что под Соборной площадью, до Камского моста. Подрядчики укладывают плитку на тротуарах променадной зоны. Впереди ремонт тоннеля, который ведет к реке от улицы Попова. Раньше здесь было асфальтобетонное покрытие, очень нехорошего качества. Соответственно, мы произвели разборку, устроили новое основание из бетона и укладывали на песко-цементную смесь гранитных плиток. Те темпы, которые подрядчик взял, очень хорошие. Подрядчик уже проверенный нами. Это техдоргрупп, они в плановые сроки начали и закончили развязку на площади Восстания. А сегодня мы уже видим, что практически 500 метров бетонного основания сделаны, метров 200 уже гранита. Масштабные строительные работы стали возможны только благодаря тому, что в этом году наш город стал участником федерального проекта «Комфортная городская среда». Та часть набережной, которая уже обновлена, пришлась перемикам по душе. Ежедневно здесь гуляют тысячи горожан, приходят с семьями, с детьми, слушают музыку, занимаются физкультурой и спортом. На реконструируемом участке планируют создать площадки для развлекательных мероприятий. После того, как мы спускаемся с вами с Соборной площади, у нас находится интеллектуальное кафе. Мы предлагаем организовать детскую площадку площадью порядка 840 квадратных метров, где может поместиться порядка 120 детей. Проект зонирования предполагает также появление комнаты, где родители смогут на время оставить своих детей под присмотром. Кроме того, должна появиться и лаунж-зона с лавочками и гамаками. Также на этом участке власти предлагают обустроить фан-зону к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Прямяки и гости города смогут посмотреть матчи Мондиали и поболеть за нашу национальную команду. А в дальнейшем эту площадку переоборудуют в многофункциональную открытую арену с летним кинотеатром, сценой и уголком для массовых занятий фитнесом. Планы по зонированию еще предстоит обсудить с горожанами, а вот реконструкция променадной зоны Докамского моста завершится уже осенью этого года. Евгения Караксина, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей.